Главный вопрос последних дней – а действительно ли российский автопром способен наладить выпуск «Москвичей», «Побед» и «Волк»? И если да, то какими будут автомобили возрожденных советских марок? Но сначала восстановим хронологию событий. В интервью телеканалу РБК министр промышленности и торговли Денис Мантуров неожиданно пообещал скорое возрождение культовых советских марок «Волга» и «Победа». «У коллег есть планы возрождения, например, бренда «Волга» или «Победа», или и то, и то», заявил глава Минпромторга. При этом федеральный чиновник уточнил, что проект может быть реализован на разных площадках. Группа «ГАЗ», которой принадлежат упомянутые марки, о таких планах не слышала ровным счетом ничего. В компании неоднократно заявляли, что Горьковский автозавод не собирается возобновлять производство легковых моделей. Как бы то ни было, в ответ на откровения министра Мантурова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин даже изъявил готовность оказать необходимое содействие. По его словам, у российского автопрома действительно есть желание реинкарнировать советские бренды. «Конечно, мы рассчитываем на возрождение таких марок, как «Волга» и «Победа», готовы оказать для этого необходимую помощь и поддержку». Цитируют слова чиновника агентства РИА Новости. «Помощь и поддержка – это, разумеется, хорошо, но вот сделать наскоком современный автомобиль – задача совершенно невозможная. Ведь даже проект «Кортеж» дошел до стадии серийного производства лишь спустя десятилетия после старта. С массовой моделью дело обстоит еще сложнее, ведь конструкторы должны по максимуму использовать недорогие серийные решения. В идеале применять уже имеющиеся узлы и агрегаты, чтобы снизить стоимость готового автомобиля. Из платформ, которые можно использовать, мы имеем только уазовский «Патриот», нижегородскую «Газель» и две архитектуры марки «Лада» от «Гранты» и «Весты». И, пожалуй, ни один из этих базисов не годится для постройки «Волги» или «Победы». Другое дело взять готовую разработку, на которую навесить ностальгический шильдик. И это наиболее вероятный вариант развития событий. Дешевый, быстрый, а при наличии достойного донора даже прибыльный. Партнеры придется подбирать автопроизводителя из дружественных стран. И главными претендентами выглядят Китай и Иран.